В следующем году в микрорайоне Зенина откроется новая поликлиника. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ход строительных работ. Ну что, у нас все по плану, Владимир Петрович. Здесь полконтур закрыт. Работа ведется в полном объеме. В Зенина проживает около 40 тысяч жителей. В основном это молодые семьи с детьми. Инфраструктура микрорайона активно развивается. В следующем году здесь появится собственная поликлиника. Сегодня я понимаю, что есть такой дискомфорт, потому что людям сегодня приходится, особенно с детьми, ездить в поликлиники в центр города Люберца, либо, мы говорим, на Красную горку. Ну, я думаю, через год все изменится. Сейчас на стройке трудится более 150 человек. Работы по возведению основного здания поликлиники завершены. В настоящий момент ведется монтаж теплового пункта. Ведутся работы по устройству отопления, вентиляции. Приступили к инженерной разводке по слаботочке и электрике. Также ведем наружные сети для опуска тепла. До Нового года планируется подключение тепловых сетей. Затем строители приступят к отделочным работам. Количество рабочих увеличат до 300. Параллельно завершаем работы по монтажу фундамента подстанции скорой помощи. И планируем, что ввод одного и второго, соответственно, здания будет осуществлен в будущем году одновременно. И откроем сразу и поликлинику, и подстанцию. Подстанция скорой помощи рассчитана на четыре бригады. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2022 года. Но работы идут с опережением графика. И, вероятно, уже в третьем квартале следующего года новые поликлиника и скорая будут доступны жителям Зенина. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.